На библейский портал Экзегет поступил вопрос, почему страсть блуда так трудно искоренима. Я в свое время написал небольшую книгу про борьбу с блудной страстью. Очень много причин, давайте мы кратко в общих только чертах их назовем. Но опять же в Лествице сказано, что никодной страсти не причастно такое количество бесовской силы, как блудной. Бесы хвалятся, что именно на мытарстве блуда больше всего людей погибает, больше всего душ летят в преисподнюю. Значит, трудность борьбы заключается в том, что бесы по природе нечисты, в отличие от чистоты Христа. Это такой антипод Христа. И они эту грязь, эту плотскую скверну всячески пытаются ей заразить человека. То есть, трудность борьбы с блудной страстью связана с тем, что мы фактически через эту страсть боремся с нечистой силой, с блудным бесом. Бесом, бесом этой похоти. Это первое. Второе. Вся наша жизнь становится страшно развратной. То есть, блуд, разврат, уже самые страшные такие пороки, о которых даже мы раньше не говорили, не знали, они входят в нашу жизнь. Сейчас сопротивляться блуду значит идти против заведенных порядков жизни. Начиная с детского сада и кончая дома престарелых. То есть, где бы человек ни оказался, повторю, с детского сада, школы, вуза, работы и до пенсии, до могилы почти. То есть, везде тебя будут толкать на блуд. Прямо, косвенно, но всегда эта тема очень-очень ярко присутствует в жизни. Понятно, по какой причине. По развращенности и по безбожию. Даже Христос в одном месте, когда он пытался, когда, а точнее, апостолы пытались вылечить, изгнать бесы из отрока и не смогли это сделать. Но вопрос, почему мы это не сделали. Христос очень грозно отвечает. Род лукавый и прелюбодейный. Вот это вот очень четкое наименование мира, которое лежит в этом страшном разврате. Третья причина связана с виртуальным миром, с миром интернета, который заполнен этой порнографией, растлительными всякими фильмами, сценами и так далее. То есть, легкость, доступность сейчас стала причиной того, что с детства, с самых малых лет, дети наши, к сожалению, за которыми никто уже не смотрит, они развращаются с помощью интернета. То есть, у каждого ребенка есть сенсорный телефон, вот, как ни контролируй, вот, может быть, не ты сам, но тебе покажут эту грязь и обязательно, так сказать, она прилипнет к тебе. Ну, соответственно, не живя в церкви, не защищаясь, не очищаясь от этой блудной похоти, вот, человек все больше и больше подпадает под власть бесовского блудного разврата. И, как говорят святые отцы, каждый раз, когда мы исполняем волю наших страстей, мы десятикратно укрепляем ее против нас. Поэтому святоотеческий опыт говорит о том, что есть только два пути, либо борьбы со страстями, ну, и борьбы для победы над ними. Второй путь – это рабство, это исполнение страсти и состояние очень страшной зависимости. Очень страшной зависимости, когда, вот, по словам Спасителя, всякий делающий грех есть раб греха. Вот, оказаться рабом любой страсти, не только блудной, там, пьянство, обжорство, лени, вранья – это очень страшно. То есть, если ты не освободишься от этого рабства, ты не войдешь в Царство Небесное. Вот, кроме того, сама природа, она подталкивает человека на блуд. Вот, редкость, скажем, гнев не приносит никакого удовлетворения человеку. Зависть, она грызет, она мучает. Ну, что еще, там, страсть пьянства, она разрушает здоровье. А вот блуд, пока человек юный молод, он доставляет молодому телу, молодой развратной душе вот это вот состояние такой бесовской радости, какого-то телесного счастья, всех вот этих вот удовлетворения, того, что описано во всех романах и любовных произведениях. И против себя очень трудно бороться. То есть, то, что тебе хочется, это нужно обуздывать. Понятно, что, опять же, по слову Писания, никто не имеет в своей плоти ненависти, но питает и греет ее. Очень важно воспитание. Если его нет, если с детства не прививается любовь к чистоте, строгости жизни, если не говорится о единобрачии, о целомудрии, о том, что надо себя хранить от блуда, понятно, что сам ребенок, он не сможет это все как-то понять и сопротивляться этому. Влияние среды, друзей, знакомых, родственников часто, да, это часто люди развратные. И они подталкивают иногда молодого человека, иногда даже еще и ребенка так невинно каким-то утехом. Там всякие игры, какие-то танцы, общение с девочками. То есть, не понимают, что это все игра с огнем, который может вспыхнуть, и человек может сгореть в этом огне. Ну, в общем, много всяких граней и причин борьбы с блудной страстью. Одним словом, победить ее можно только смирением, только с помощью благодати Божией. И, обращаясь к опыту святых отцов, вот, очень хорошая и глубокая святоотеческая методика борьбы, опять же, есть в Лествице. Пятнадцатая ступень как раз посвящается борьбе с блудной страстью и добродетелю целомудрия. То есть, если следовать вот этим святоотеческим наставлениям, то с Божьей помощью, конечно, можно эту страсть победить себе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.